В посёлке Сухая Балка погиб мирный житель. Мужчина получил смертельное осколочное ранение во время обстрела. Населённый пункт находится между Торецком и Константиновкой, в десятках километров от линии соприкосновения. Сегодня там работают аварийные бригады, а местные жители подсчитывают ущерб. Разрушение видел Алексей Куделя. Ночью в посёлке Сухая Балка разорвалось два десятка снарядов. 52-летний мужчина получил смертельное ранение. Он был на улице и не успел спрятаться, когда начался обстрел. В соседний дом попали два снаряда. Там находилась семья с маленьким ребёнком. Перебежали наши мама и сестра со спальни. Перебежали в дальнюю спальню. Слышали, падает, падает и побежали с одной спальни в другую. Дуля секунду спасла. Легли на пол в спальне втроём. Получается, мама и дочка маленькая. Они накрылись одеялом, подушками, когда обстрел начался. Потолок, штука только на них посыпалась, но все жили. В местной двухэтажке осколками разбиты стёкла. Виталий Владимирович показывает последствия. Говорит, что посёлок обстреливали прицельно. В посёлке повреждены несколько домов. Один из них разрушен полностью. Во дворах и огородах чернеют свежие воронки. Осколки посекли здание почты, водонапорную башню перебили газовую трубу и линию электропередач. Местные говорят, за всё время боевых действий сухую балку обстреляли впервые. Хотя канонаду слышат тут часто. Ну, дом действительно первый раз. А вообще, рядом стреляют часто. Зачем вообще война эта нужна? Почему она произошла? Кто знает. Сейчас местные жители разбирают завалы, энергетики восстанавливают перебитые провода, а волонтёры гуманитарных организаций оценивают масштабы разрушений, чтобы понять, какая помощь необходима для ремонта домов. Алексей Куделя, Игорь Монастырев, Телеканал Донбасс.